Курсанты Бравым лейтенантам смотрели молодые пацаны А память нас опять зовет куда-то, где юности неведомая грань Ты знаешь, что есть сердце у десанта, и сердце называется Рязань Промчались годы службы боевые, увы, не все дожили до седин И стал печальным символом России, летящий в небе журавлиный клин А на земле по выжившим и павшим церковные звонят колокола А мне во сне приснился день вчерашний, где небо синь, друзья и купола С годами мы все видим по-иному И ценности меняются порой И тянет нас сильней к родному дому И к женщине единственной родной Вглядишься в лица молодых курсантов И по щеке прокатится слеза Нас всех когда-то звали лейтенанты Как жаль, что время не вернуть назад А память нас опять зовет куда-то, где юности неведомая грань Ты знаешь, что есть сердце у десанта, и сердце называется Рязань Ты помнишь, что есть сердце у десанта, и сердце называется Рязань Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях в нашей программе «Приохский музыкальный клуб» Автор-исполнитель Александр Ерохин Здравствуйте! Александр, день добрый! Мы рады вас видеть в нашей сегодняшней студии Сегодня мы, разумеется, послушаем ваши мелодии, ваши песни Но прежде всего расскажите о себе Когда пришли в авторскую песню Когда пришли в музыку вообще Когда написали свой первый стих, свою первую песню Все началось с группы «Битлз» Это вот та музыка, которая на меня повлияла очень сильно После чего я захотел сам стать музыкантом Конечно, хотелось быть гитаристом, как Джон Леннон Но складывалось все не так хорошо Моя сестра родная пошла в музыкальную школу на аккордеон С ней пошла подруга Но подруга учиться не стала, освободилась одно место И мои родители говорят «А иди-ка ты, наш дорогой сын, учиться музыке на аккордеоне» Я говорю «Я не хочу на аккордеоне, я хочу гитаристом быть, песни петь» Тогда добрый папа взял все мои пластинки Поднял их над коленом И говорит «Я их сейчас разобью, или ты пойдешь учиться» Пришлось идти учиться Но оказалось, что не так плохо учиться в музыкальной школе Там я начал играть в оркестре Но уже не на аккордеоне, а на ударных инструментах Почувствовал себя рингостаром Ну и попутно продолжал осваивать гитару И когда закончил школу, уже настолько втянулся в музыку Что дальнейших путей у меня было не очень много Собственно говоря, только в музучилище оставалось пойти Я и поступил из училища на класс ударных инструментов А попутно пытался сочинять песни Сочинял их до определенного времени Пока меня не забрали в армию Воздушно-десантные войска Очень символичные для нашего города И там я уже начал писать более смыслные песни Я за творчество, то, что было до армии, даже не считаю И вот в армии я начал Можно сказать, армия меня повернула именно к авторской песне Александр, в армию, разумеется, когда вы попали То песни, наверное, солдатской тематики стали писать Да, прям вот первые, наверное, песен 10 То, как я служу в ВДВ, как хорошо, как мы там победим Но потом, уже немножечко спустя Я решил составить свое генеалогическое древо То есть узнать всех своих родственников И когда дошла пора узнавать, кто Узнавать про то поколение, которое было во время Великой Отечественной войны Я выяснил, что из 8 человек, ушедших на фронт Живым вернулся только один человек И на меня вот это вот так сильно подействовало Что практически все мои предки погибли Ради того, чтобы мы жили Я, в общем, заинтересовался Начал искать всю информацию, которую можно было найти в интернете Про своих родственников Наткнулся на сайт ОБД Мемориал Это такой сайт, где, в общем, указаны все безвозвратные потери Красной Армии Ну, почти все, понятное дело Что такое количество людей погибло, что не все могло войти в списки И тем не менее, я нашел там всех своих родственников Узнал, кто где погиб Кто в какой части служил Потом нашел еще один сайт, который назывался Подвиг народа Это на сайте Министерства обороны Там я смог узнать, вводя имя и фамилию Кто и чем был награжден из моих родственников Нашел наградной лист, например, своего прадедушки Набасова Митрофана Сергеевича Узнал, что он был старшим разведчиком в партизанском отряде И там прямо в наградном листе написано Там участвовал в таком-то бою Рассеял группу немцев, шедшую на подкрепление Там в другой день участвовал в другом бою В третий день еще в одном бою Достоин такой-то медали Вроде скупые строчки Человек достойный, человек участвовал А на самом деле, какой нужно иметь Все-таки силу выдержки Вообще желание Воевать за свой народ Чтобы в одиночку напасть, например, на немецкую заставу Где находятся выше 100 немцев Я вот не могу себе на его месте представить Ну и так постепенно рождались песни Одну песню я написал Она посвящается моему прадеду Ерохину Ивану Борисовичу Который был командиром танка Т-34 Легендарного нашего танка Про который немало фильмов сейчас сняли В последнее время И вот этот дедушка Он Когда воевал Получилось так, что уже на Украине Во время контрнаступления наших войск Они поддерживали пехоту И наступали по льду Замерзшего болота И в один прекрасный момент Рядом с танком разорвался снаряд Танк накренился Начал уходить под воду Ну и вместо того, чтобы отдать приказ Вылезать из танка Дед сказал Давайте поддерживать пехоту До самого последнего момента И танк Вел Стрельбу До тех пор Пока еще один снаряд Рядом не взорвался И танк не ушел под воду Ну в принципе Благодаря этому Наступление успешно прошло Возможно Можно было по-другому поступить Спасать экипаж Но тогда погибли пехотинцы Тут Ну я в общем дедом горжусь И поэтому я написал песню Которая называется «Очтож вибрации» Он в отличии от брата холостяк Ни подруги, ни детей Один как перст И хороший парень Просто вышло так Что война на нем Поставила свой крест Лейтенантские погоны на плечах На врага из башни танка Он смотрел Даже если в душу Забирался страх Он назло врагам И смерти пел Ай, что ж вы, братцы Выше головы На все четыре стороны Вокруг, куда хватает Зора, русская земля Мы с той землей повенчаны Святым крестом отмечены Война пройдет и вечно Жить здесь будем, вы и я Мы с той землей повенчаны Святым крестом отмечены Война пройдет и вечно Жить здесь будем, вы и я Пару раз их подбивали Рвался трак В башню клинило Порой глох мотор Но уверенно катил в Европу танк Был бы жив, наверное, и до сих пор Но весной на Украине средь болот Где четыре дня и ночи бой гремел Вместе с экипажем танк ушел под лед Но пред смертью лейтенант запел Ай, что ж вы, братцы, выше головы На все четыре стороны Вокруг, куда хватает взора, русская земля Мы с той землей повенчаны Святым крестом отмечены Война пройдет и вечно жить здесь будем, вы и я Вы с той землей повенчаны, святым крестом отмечены Война пройдет и вечно жить здесь будут, сыновья Едут наши танки, курс у них один В небесах пилы гоняют мессершмитт За спиной полмира впереди Берлин А над фронтом песенка летит Ай, что ж вы, братцы, выше головы на все четыре стороны Вокруг, куда хватает взора, русская земля Мы с той землей повенчаны, святым крестом отмечены Война пройдет и вечно жить здесь будем, вы и я Вы с той землей повенчаны, святым крестом отмечены Война пройдет и вечно жить здесь будем, вы и я Итак, мы вновь возвращаемся в нашу студию Сегодня у нас в гостях автор-исполнитель Александр Ерохин Александр, расскажите, армейский быт все-таки не только геройский Но бывают такие случаи, по крайней мере, бывают, рассказывают друг другу Ну, в какой-то мере они забавные, они анекдотичные Ну, нельзя сказать, что юмористические, смешные Но, наверное, случались и такие эпизоды в вашей службе Да, военная служба, она буквально пропитана юмором Ну, на скидку Вот был, например, однажды к нам приехало телевидение Снимали фильм про ВДВ, это было, наверное, год 2005 примерно В Рязани здесь это было Приехало, не помню точно, то ли ОРТ, то ли НТВ Какой-то, в общем, канал центральный, начали снимать фильм Мы тогда еще срочниками были Для нас такая гордость О, телевидение снимает, потом на дембель ведем, себя смотреть будем Тогда же не было раньше телефонов, всего этого Приехало телевидение, мы зашли в самолет А похода какая-то такая не очень хорошая была, серо-пасмурная Сидим, взлет не дают, тучи, низкая облачность Сидим, ждем А телевизионщики ходят, им хочется побыстрее снять все, уехать Ходят, ходят А жара такая, все равно ходит тучи Самолет закрытый был Ну, в общем, поступила команда открыть двери Открыли двери, рампу опустили И тут кто-то Из приезжих и говорит Давайте, говорит, снимем звук сирены Ну, если кто-то Когда-либо летал в самолете Ил-76 То он знает, что сирена в этом самолете Это самая ужасная вещь на свете Как только она начинает звучать, сразу хочется Побыстрее из этого самолета выпрыгнуть А сидели мы в этом самолете очень давно Долго-долго, несколько часов И когда зазвучала сирена Сидевший рядом со мной прапорщик Открыл глаза Ничего не поймется про Соня Смотрит, сбоку дверь открыта Он, недолго думая, вскочил и выпрыгнул в эту дверь А самолет стоял А надо сказать, что Там до земли примерно метра два Представьте, человек выпрыгнул с самолета И ба-бах, уже об землю стукнулся Лежит Ну, выглянул туда, смотрит на него А он подымается такой, как ни в чем не бывало, тряхнулся Ну что, говорит Вот я вам показал, как нужно правильно отделяться от самолета Ну вот И у меня так этот случай засел в голове Что я после этого взял и написал песню Конечно, фамилию я изменил Но все остальное чистая правда И давайте я вам эту песню сейчас исполню Она называется «Случай на прыжках» Десять лет тому назад на аэродроме Загружаясь в самолет, мы думали о доме А погода подвела, ну точно дождик будет Мы сидим, а в самолет вдруг заходят люди Телекамера у них, микрофон на стойке Говорят, для фильма, мол, делать будут съемки Оживились дембеля, засияли лица Но погода для прыжков нынче не годится Час сидим, второй сидим, ждем окошко в тучах В самолете дух отостало, жажда мучить Оператор взад-вперед ходит по салону По зарез ему нужны два часа по съему Чтоб проветрить самолет, открывают двери А оператор вдруг решил камеру проверить А давайте мы пока снимем звук сирены И от радости рукой хлопну по колену А мой сосед уж крепко спал, старшина Аскеров Ведь он по весу выходить был должен самым первым Как сирена зазвучала, вмиг глаза разинул Глянул в бок, там дверь открыта, он туда и прыгнул Что с ним было в тот момент, я боюсь представить Ведь за такой прыжок не грех каньяку поставить Посмотрел по сторонам, начал подниматься Я, говорит, вам показал, как надо отделяться Посмотрел по сторонам, начал подниматься Я, говорит, вам показал, как надо отделяться Мы не прыгнули в тот день, вдарил дождь с грозою И тот фильм про ВДВ сняли не со мною Эта песня про десант, про стальные нервы И про то, что не всегда хорошо быть первым Александр, расскажите, а вот сами выделяете ли вы какую-то главную тему в вашем творчестве? О чем вы пишете? О том, что вы видели в жизни? Или это какие-то истории, ну, в общем-то, с вами напрямую не связанные? Можно сказать, такие мифические, фантазерские Вот таких вот песен, потому что сейчас В современной поэзии достаточно много Ну, поэтов, поэтесс Пишут о том, чего как бы и нет вроде бы О таких каких-то вот мирах воображаемых Вы этим не увлекаетесь? Ну, начнем с того, что мой любимый бард Автор-исполнитель – это Юрий Висбор Хотел я заняться авторской песней Вот именно слушая Юрия Висбора Потому что вот у Юрия Висбора в творчестве Он много про что поет, и у него все в основном от первого лица То есть как он плыл на корабле Как он на ледохоле Как он там занимался спортом Он даже свои песни называл песней-репортаж Вот И у него в песнях Очень широкая тематика Есть там и военные песни И гражданские песни И, возвращаясь к теме На меня очень часто влияют ситуации Которые происходят в жизни Например Ждет, грубо говоря, моя жена Ребенка Я беру, пишу песню Рождается ребенок Я пишу уже другую песню Ребенок пошел Я уже пишу следующую песню И вот так вот оно получается Иногда бывает, песня просто из ниоткуда берется Там сидишь Причем смотришь какие-нибудь ужасные новости А в голову пришла светлая песня Такое тоже бывает Но вообще вот сидеть, вымучивать песню не получается Я пытался так делать Когда нет вдохновения Начинаешь писать Строчку там подгоняешь 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 И вроде кажется все ровно И размер соблюдается И рифма хорошая А души никакой нет А бывает наоборот Так что Не знаю По-всякому по-разному По-всякому по-разному Я домой из школы рано Я полью цветы водой из крана Сам себе я разогрею суп В табуретку закручу шуруп А потом достану пылесос Скажет дед Ну все, внучок подрос Пусть мама смотрит И улыбается И пусть подумает Что это ей все снится Но ни за что Она не догадается Что в дневнике моем Али единица Александр, давайте поговорим О такой теме Вот вы сейчас упомянули Имя Висбора А насколько я знаю Вы участвовали Ну можно так сказать В рок-н-ролльном движении Играли в группах Поскольку вы музыкант Закончили училище музыкальное Расскажите об этом опыте Где участвовали В каких коллективах Очень долго вспоминать Если всех Потому что Когда я учился в школе У нас Между ребят Которые занимались музыкой Существовала такая фраза Как пойти записаться в группу То есть это ты шел Даже где-то на бумаге Создавалась какая-то группа Так, ты будешь клавишником Ты будешь барабанщиком Все, у нас группа Записали все Всем в школе рассказали Мы создали группу А сами даже ни разу гитару не играли А если серьезно То повелось доиграть Большим количеством музыкантов Но из самых известных Это, наверное Конечно, группа Крылатая пехота Это из нашего Рязанского десантного училища Такой именитый коллектив Выступающий в Кремле И на больших фестивалях Ну, в основном, конечно Патриотической направленности Потом это группа Петровича компания Рязанская Андрей Шкуратов Олег Бирюков Группа Парнас Ансамбль рястральной музыки Там я играл на барабанах И подпевал Группа христианской музыки Была такая 3.16 называлась Там я играл на бас-гитаре Пел Была группа такая Диадема Группа Теплые окна Ну, такие они, может быть Не все группы на слуху Но, тем не менее Свой опыт игры в данных коллективах Я считаю Лично для меня бесценным Потому что Единственное то, что В каждой группе я играл На разных инструментах Не только Всю жизнь был гитаристом Где-то был барабанщиком Потом даже пришлось В один прекрасный момент Переучиться на тромбаниста Ну, конечно Сказать, что я стал Профессиональным музыкантом Нельзя Но вот навыки игры я приобрел В принципе, это хорошо Когда музыкант умеет играть На разных инструментах Потому что приходится, например Садиться Аранжировать песню Ты вот сидишь И уже знаешь Что барабанщик должен играть Такой ритмический рисунок Басист должен совпадать С бас-бочкой Гитарист там С малым барабаном, например И уже По крайней мере Нету той каши Которая бывает У музыкантов Которые не имеют Такого опыта А скажите А сами Какую сейчас музыку Предпочитаете Вот на досуге послушать Какая вам Вот сейчас Что называется Нравится Если честно Вообще мне нравится Тяжелый метал Очень сильно Это из того Что последнее Я слушал Но так получилось Что у меня В связи Со службой В связи С воспитанием детей Сейчас музыку Слушать практически Вообще не получается Единственное Что у нас В доме играет Какая музыка Это канал С детскими песнями Где поют Всякие мими-мишки Ну детские песенки Единственное Что сейчас Получается Слушать Жалко конечно Что не получается Но Всему свое время Подрастут дети Займусь С прослушиванием музыки Давайте сейчас Как раз В вашем репертуаре Есть несколько Детских песен Сейчас давайте Вы их для нас Исполните Мы послушаем Да Я сейчас для вас Исполню песню Которая называется Ритузики Ну или песня девочки Которая хотела Какое-нибудь Маленькое Животное Я уже Который день Мечтаю О котенке Буду ушки Ему чистить И стирать Пеленки Я б ему На шею Бантик красный Повязала Только мама Говорит Подрасти сначала Только мама Говорит Подрасти сначала А на рынке Продаются Мурзики И тузики А мне папа Подарил Белые ритузики А мне мама Подарила Красные стандали Только на котенка Денег мне не дали Только на котенка Денег мне не дали Я уже Который день Мечтаю О собачке Мне игрушки Не нужны Мне не нужны Жвачки Я бы с ней На поводке По двору Ходила Мама Вроде Обещала Но потом Забыла Мама Вроде Обещала Но потом Забыла А на рынке Продаются Мурзики И тузики А мне папа Подарил Белые ритузики А мне мама Подарила Красные сандали Только на котенка Денег мне не дали Только на котенка Денег мне не дали Но Я уже Который день Думаю О рыбке Я увидела Ее На центральном рынке Папа С мамой Обещали Но опять Забыли Вместо рыбок И кота Братика Купили Вместо рыбок И кота Братика Купили А на рынке Продаются Мурзики И тузики А мне папа Подарил Белые ритузики А мне мама Подарила Красные сандали Только на котенка Денег мне не дали Только на котенка Денег мне не дали Александр, давайте поговорим О фестивальном движении О тех фестивалях Вернее, в которых Вы принимали участие Вы, насколько знаю Становились лауреатом Правильно? Да Вот об этом расскажите Так получилось Что в основном Я участвовал В фестивалях Военно-патриотической Направленности Ну, конечно же Грушинский фестиваль Мне довелось посетить Совсем недавно Буквально В шестнадцатом году Я туда попал И, кстати В том году Там как раз Первый раз Начали ставить Там несколько площадок Ставится обычно Большая форма гитары И несколько площадок Поменьше Где может выступить Любой желающий И вот поставили там Площадку Для военных Где изучали Военные песни Там выступало Много разных ветеранов Афганской войны В основном Авторов-исполнителей Я там видел Олега Митяева Сергея Никитина Можно сказать Прикоснулся К легендам Не прикоснулся И вот фотография И вот фотография С Анатолием Гермольников Очень понравилась Моей маме Потому что Ей очень нравятся Песни Это в ансамбле Очень много Пришлось поездить И в составе Крылатой пехоты И одному Как автор-располнителя И вот Что самое Больше всего Мне нравится То что Когда идет Сам конкурс Там обычно Бывает что Нет людей Но вот на военных Фестивалях Всегда залы Заполнены до отказа Потому что Видно что У людей Очень большой Интерес К военной песне Вот с чем Это связано Наверное Сейчас С патриотическим Подъемом В нашей стране Очень любят Причем Ходит не только Взрослая публика Но и дети Прям вот Причем слушают Не просто так сидят Там В телефонах А вот Слушают Смотрят Потом Подходят Спрашивают Какая песня Называется Где можно найти В интернете Вот это Очень радует Радует Что люди Интересуются Своей историей И видно И очень много Детей Из военно-патриотических Клубов Та же самая Юнармия Кадетские классы То есть Они воспринимают Песню под гитару Вполне Ну С пониманием Да И относятся То есть Смеха нет Там на задних рядах Смеха нет Ну если песня Не смешная То конечно Смеха нет Все вполне Серьезно воспринимают И что Самое И очень приятно Стало сейчас Выступать перед молодежью Хотя буквально Вот Наверное Лет 10 назад Вот все было Совершенно наоборот Сидишь Поешь песню Например Про то как Ну грубо говоря Наши на танки Наступают А немцы По нам стреляют А там смеются Наши наступают Что смешного А сейчас наоборот Уже Появилось сочувствие И это хорошо Значит у нас есть будущее Зубкова Антонина Зубкова Антонина И Федутенко Надя Немецкие позиции Могли бомбить Неглядя Их гостинцы Порциями Точно в цель Ложились И генералы Гитлера От этого Бесились А девушки Старались И надо вам Сказать Страшнее смерти Было им По цели Не попасть И часто Обессиленные От ночных полетов Девчата Засыпали Прямо Возле Самолета Не женское Дело Война Придумал Войну Сатана И в пекло Войны Он кладет Всех подряд И пацанов И девчат Зенитки Бьют Несчадно Обшивку Рвут снаряды Там на земле Командный пункт И его разрушить Надо И в лоб Огню зениток Пикируют П-2 От боли Дыма И огня Кружится Голова Сравняв Землю Цель Вдруг Видит Антонина Кренясь На левый бок Теряет Высоту Машина У Нади Грудь Прострелена Нет силы Боль терпеть А к Точке Приземления Почти Что Час Лететь Не Женское Дело Война Придумал Войну Сатана И в Пекло Войны Он Кладет Всех Подряд И Пацанов И Девчат К земли Взлетала Штурм Нам Остать Пришлось Пилотом Зубкова Тоня Справилась С тяжелым Самолетом И Надю Федутенко Доставила В санчасть Победа На пороге Так Не Время Умирать А в Женской Эскадриле Хватает Всем Работы Рабочий График На войне С субботы До субботы И вновь Бомбят Позиции И с небес На землю Глядя Зубкова Антонина И в Педутенко Надя Не женское Дело Война Придумал Войну Сатана И в Пекло Войны Он Кладет Всех Подряд И Пацанов И Девчат И в Пекло Войны Он Кладет Всех Подряд И Пацанов Александр Давайте поговорим о том, где вас можно послушать. Я понимаю, что вы сейчас человек занятой и времени, наверное, нет. Песни где-нибудь записывайте, выкладывайте, альбомы, может, какие-то есть? В основном все сам издатовское, как говорится, как раньше это называлось. Все записывается дома под гитару. Я почти ни одной песни не записал в студии. Вот так вот получилось, что в основном все записи прошли мимо меня. Была дома звуковая карта с компьютером. Включаешь гитару, напел. Если получилось, там как-то сам аранжировку накидал. И потом думаешь, ну сейчас вот пока оставлю, потом перезапишу. Пока вот выложу, как есть, выложил. Прошло 10 лет, песню не перезаписал. И так в основном со всеми песнями получается. Ну, большинство песен, конечно же, записано под одну гитару. Потому что даже аранжировку сделать не получается. Со звукозаписи у меня не сложилось. Даже несмотря на то, что какое-то время работал на телевидении, на радио, и у меня был открытый доступ к хорошей постональной студии, все равно находились дела, которые не позволяли это сделать. Ну что ж, мы желаем вам творческих успехов. Спасибо большое, что к нам сегодня зашли на студию. Рады будем вас видеть вновь. Будут новые песни, ну или старые песни. Еще раз к нам приходите. Ну что ж, ну и в завершение, в завершающую песню. Конечно. Когда на землю тихо капает дождь, И в летних лужах отражается мир, Стучится в сердце позабытая ложь, И мы с тобою остаемся одни. Мерцает снег и гаснут окна домов, Под водопадом слез гудят фонари, И мы с тобою отыскали свой кров В ночной приют до зари. Тихо в окна смотрит старый клён, Улыбаясь нашим чувствам. Также он когда-то был влюблен, А любить других искусство. И за сотни лет любви своей Очень часто безответной Можно научиться. Быть добрей нужно просто Верить в это. Когда на землю жёлтый падает лист, И шевелится прошлогодний ковёр, Нам в переходе блюз споёт гитарист, Бесплатно довезёт до дома шофёр. Вечерний воздух не отравлен войной, В пустынном небе поселилась луна, А мы, укрытые ночной тишиной, Опять лишаемся сна. Тихо в окна смотрит старый клён, Улыбаясь нашим чувствам. Также он когда-то был влюблен, А любить других искусство. И за сотни лет любви своей Очень часто безответной Можно научиться. Быть добрей нужно просто Верить в это, да. Когда на землю белый падает снег, Укутав улицы седой пеленой, В молчанье время замедляет свой бег, Мешая осени проститься со мной. Ложится снег, играя вечную роль, Запрятав грязь дорог в тени своих крыл. Я так хочу, чтобы этот снежный король Обиды наши укрыл. Тихо в окна смотрит старый клён, Улыбаясь нашим чувствам. Также он когда-то был влюблен, А любить других искусство. И за сотни лет любви своей Очень часто безответной Можно научиться быть добрей. Нужно просто верить в это, Нужно просто верить в это, да. Субтитры создавал DimaTorzok